Системы связи исправны, управление налажено. Сегодня губернатор автономии Александр Левенталь проинспектировал работу мобильного пункта управления МЧС России. Место базирования улица Юбилейная областного центра. Он предназначен для управления территориальными подсистемами МЧС. Может оперативно перебазироваться в любой населенный пункт, где случилось ЧП. Глава региона ознакомился с особенностями работы узла связи и подвижного пункта управления. Побывал о вспомогательном блоке обеспечения. Он включает в себя пункты питания и отдыха личного состава, оказание психологической помощи и медицинскую палатку. При подвижном пункте есть даже пресс-центр. Подвижный пункт управления состоит из трех функциональных подсистем. Это функциональная подсистема связи. Состоит из автомобиля, который называется мобильный узел связи. Возможности это УКВ, различные виды радиосвязи, в том числе радиус до 300 километров это сотовая связь, спутниковая связь и современные виды связи. Это видеоконференц-связи. Состоит также из двух автомобилей на базе КАМАЗ. Это система управления, из которой имеется возможность видеоконференц-связи вплоть до Москвы, Хабаровска, муниципальных районов области. Куда угодно можно подключиться. Здесь же Александр Левенталь проинспектировал склады материально-технического резерва. Трансформаторные подстанции, трубы водоснабжения и водоотведения, опоры линий электропередач и даже одеяло, подушки и чайники. Все эти товарно-материальные ценности будут использованы в случае возникновения в автономии масштабной техногенной аварии или природного катаклизма с сокрушительными последствиями. Сегодня склады укомплектованы в среднем на 80%, пока не хватает многих видов строительных материалов. Губернатор пообещал финансовую поддержку в решении этой проблемы, а также обновлении технической базы подвижного пункта управления МЧС. Это всегда надо иметь в виду, потому что мы, к сожалению, уже имеем печальный опыт 2013 года, когда было масштабное наводнение. И, так скажем, нам пришлось проверять на прочность нашей системы. Надо, дай Бог сказать, чтобы они все-таки выдержали и обошлось без жертв. Как бы удалось благодаря слаженной работе и властей, и специальных частей, которые, в том числе МЧС и ряд других, воинских формирований.